Всем салют, сегодня новый день и у нас есть еще дела, которые нужно обязательно нам решить перед отъездом и один очень важный из них это по машине. Мы недавно продали свой автомобиль и как бы там в течение получается 10 дней новый владелец, он должен поставить машину на учет. Сегодня уже 11 день, они машину до сих пор не поставили. Естественно уезжать за границу, оставлять этот вопрос вот в таком состоянии не очень хочется. Поэтому я принял решение, что нужно сейчас снять ее с учета самостоятельно. Я посчитал как это делается, оказалось, что можно сделать это все через госуслуги. Вот собственно сейчас буду заходить сюда, видите здесь регистрация транспортного средства и процедура начать. То есть по идее здесь сейчас я буду вводить все данные и скорее всего все получится. Но сейчас чуть попозже я вам расскажу получилось или нет. Возможно вам тоже будет интересно как все это происходит. Вот собственно первый вопрос, выбираем нет, дальше прекратить учет или снять с учета. Так, по какой причине прекращается учет, заявление прежнего владельца, заявление текущего владельца. Вот заявление прежнего владельца, физическое лицо. Так, и начинаем заполнять уже заявление. В общем тут сначала заполняющие свои данные, но они автоматически подтягиваются с госуслуг, а потом короче на машину вводишь данные и сведения о новом собственнике. Ну естественно они у нас все есть, поэтому сейчас я их все вобью. Так, ну смотрите, в общем последний шаг мы подгружаем сюда договор купли-продажи. Вот, и нажимаем все отправить заявление. Вот, услуга будет оказана в электронном виде, результатом оказания услуг будет направлен в личный кабинет. Ну что я могу сказать, ждем, я ни разу этого не делал, вообще когда сам покупаю машины в первые же дни сразу ставлю на учет, ну мне просто очень не хочется сейчас оставлять эту ситуацию, уезжать в другую страну и там не дай бог что-то случится, дергаться, ну вообще не очень хочется. Поэтому я решил снять ее с учета, посмотрим. Представляете, мы короче вышли погулять, мальчишки играют в футбол и Настенька достает телефон свой и говорит, так, что-то пришло, начинает смотреть, а это госуслуги. Даже 30 минут не прошло, как приходит вот это сообщение. Вот, я вам покажу, смотрите. Регистрация транспортного средства марка Mercedes-Benz, модель тратата, государственный регистрационный знак, свидетельство прекращено, представляете? Ну что я могу сказать, я, если честно, прям кайфанул, насколько все это быстро решаемо, что не нужно никуда ехать, идти. От этого, конечно, я очень кайфую от того, что есть такой вот этот портал, который быстро работает, вот при условии, что он быстро работает, да, это класс. 30 минут и все, тачку сняли с учета и теперь пусть новый собственник, ну как хочет, так и разбирается. Еще сегодня с утреца пришло на почту сообщение о том, что наш заказ наконец-то выдан курьеру и сегодня нам его доставят. Там нам идет классный чемодан, вот, чуть позже я вам его покажу. И еще идет, что-то еще, а, батарейка для камеры, я очень надеюсь, что она подойдет, потому что в характеристиках этого не было, что она подходит, а в отзывах вроде как подходит, и идет новый трипод мне, ну что старый вообще уже очень сильно ушатался, покажу вам старый в каком-нибудь состоянии и покажу новенький. Чуть позже все это дело с вами вместе распакуем. Пока гуляем, уже позвонил с зона доставки и говорит, сейчас я привезу. Я говорю, ну, не поднимайте, я сейчас это, сам подойду. Так, ну, вот и все коробки, конечно, чемодан очень маленький, вообще, я как-то измерял по сантиметру, он был, конечно, как-то побольше. Ну, ладно, сейчас распакуем, посмотрим. Так, не до конца. Вот, вот то, что нам пришло, чемодан. Слушайте, ну, на самом деле хочется расплакаться при виде этого чемодана, он вообще прикольно стильный, но он очень маленький. Ну, сколько тут, 10, 20, 25 сантиметров, он, это очень маленький, короче, это просто детский. То, что пришла батарейка на камеру. Так, сейчас будем смотреть, вот камера. Вытаскиваем батарею, блин, походу она тоже не подойдет. Хотя, а, нет, хотя подойдет. Так, и, что здесь такое? А, вот так она вставляется. Хоп. Проверяем. Смотрите, даже включилась. О, еще и полная зарядка. Красота. Ну, слушайте, все, здорово. Теперь у меня есть две батарейки и контент можно снимать очень и очень долго. Вот это очень хорошо. Ладно, следующее, что я себе заказал, это новый трипод. Вот, охренительно, вот он очень круто. С регулировкой можно вот так вот изменять вылет ноги. Вот, все, как предел. Он тяжелый, то есть, ну, массивный прям. И ноги гнутся, конечно, у него обалденно. Регулировка угла, то есть, сюда прикручивается камера. Насадка для телефона. Причем классная, потому что сюда можно накрутить, то есть, в такое положение. И в горизонтальное положение можно прикрутить. Да, и дополнительно к ней шел пульт. Фотографии, видимо, делать, устанавливать и фотографироваться. Да, конечно, это тоже прикольно и тоже с батарейкой. Классно. А старая тренога у меня была вот такая. Не совсем качественная, потому что вот этот пластик, он очень быстро лопался. И ноги все, они, видите, как разболтанные. Вот, как бы я бы не стал такую покупать из класса дешевых. Лучше такую, если брать, то дорогую, где пластик вот этот очень-очень хороший. Вот, единственное, что мне от этого, от этой ноги понадобится еще вот эта перемычка. Тоже менять угол наклона, соответственно, мы ее оставляем. А вот эту пойду выкидываем в мусорку. Чемодан, он, конечно, слегка потертый. Но это ладно, на самом деле, походу, мелочи. Сейчас мы посмотрим, что у него тут за комплектация внутри. Внутри. Тише, Тём. Ну и, собственно, короче, он вот такой. Да, ну это вообще, это игрушечный, это, я не знаю, что сюда складывать. Он очень маленький, очень. Подумали, мы подумали и решили вот это вот ЭКЭ в качестве чемодана не оставлять себе, потому что он маленький, он не такой, как указано в характеристиках технических на Азоне. Вот, поэтому иду в пункт выдачи, буду его сдавать. Да, размеры просто не те. Да, там написания одни, короче, а вообще другого размера. Ну что, у меня приняли, сказали, в течение двух дней сделают возврат. И сейчас я иду, короче, в торговые центры, которые здесь у нас недалеко есть, вот две штуки. Вот, буду смотреть чемоданы там, типа вот в этих магазинах смешные цены. Ну, посмотрим, куплю, не куплю. В общем, я сходил до магазина, ничего дельного там нету. Стоит один желтый, но он поменьше даже нашего, вот этого тряпочного. И он весь пыльный такой, замызганный. Ну, покупать там за цену в 3,450 он стоит, конечно, не хочу. Поэтому я зашел быстренько на Авито, нашел здесь чемоданы. И за 3,600 нам сейчас привезут чемодан. Ну, я в течение часа привезу. Вот, чуть позже покажу. Так, в общем, вот заказали такси. Сейчас он приедет к ним на склад через 7 минут. И потом уже приедет к нам. Пока у нас едет курьер, я сгонял в магазин. Купил, значит, как всегда традиционно, мяска. Как вы поняли, по выпускам мы любим мясо. Вот, сейчас его замаринуем. Будем готовить в духовке. Все это дело под нашу любимую приправу. Вот запоминайте. Вот так вот вам покажу. Вот у нас она закончилась. И под любимые макароны варила. Все это сейчас так сделаем. Еще Настенька купила вот такой вот шоколад. Он какой-то не швейцарский, а какой-то, короче, французский, что ли. Вот, да. Видите, вот. Made in French. Франция. French. Англичанин, блядь. Вот, вот такой вот шоколад. В красно-белом он стоит 600 рублей. А так, конечно, если какой-то сети, будет 120, может быть, минимум. И теперь, когда заходишь на сайт ГИБДДМ, здесь вот и написано, что все. По 9-11 физическое лицо. И все, теперь больше собственников нет. Ну, классно вообще. Быстренько. Бегу встречать курьера. Чемодан забрал. Он вот, он, вот он. Прекрасен. Сейчас поужинаем и... Насыто я жил. Ну, так я вам, короче, покажу в итоге, что нам приехало. Ну, это прям классно. Любимые наши макарохи почти готовы. Что у нас здесь? Так, выпускаем пар. Так, ну что, здесь тоже у нас красота. Ну-ка, подсветочка. Хоп. Вот такая вот красотища. Ну все, будем садиться кушать на приятный аппетит, как говорится. И сейчас покажу вам чемодан. О, вы уже тут? Нет. Его надо смотреть не изнутри, а снаружи. Пойдемте. Итак, смотрите, как он выглядит. Вот такая вот красота снаружи. Вот. Вы просто вспомните тот, какой был маленький, да? И какой вот этот здоровый. Ну, здесь все как обычно. Ручки. Причем ручки сделаны очень добротно. За такую же цену, вот я смотрел там в том магазине. То есть там вообще ужас, ужас был. Вот. И, соответственно, вот вторая ручка. Вот это выдвижная ручка. Раз положение и два положения. Красотища. Вот красотища-то. Да, шикарные. Подставочки. Нет, они не прорезиненные. Ну и сам дизайн. По мне так очень прикольный. Вот. Теперь давайте, как говорится, пройдем вовнутрь. Замок. Все дело вот так вот открывается. Здесь, значит, отсек. С этими рельсами, да? Ну, понятное дело, что это... Ух, как нифига, она отстрелила. Чтоб ничего не вываливалось. Здесь, например, если только одну сторону набиваете, то тут как раз есть такая дополнительная, видите, шторка. Либо ее отстегиваете, набиваете и застегиваете, чтобы все ничего не перемешивалось, как говорится. Ну, по мне-то, конечно, очень и очень удобно. Ну, сделано классно. Слушайте, за 3600 прям вообще прикольно. Вот. Все, колесики крутятся. Надеюсь, он не будет у нас переворачиваться, как вот этот. Этот покупали перед поездкой в Сочи, когда поехали зимовать. Но у него есть минус, когда он набивается, он, короче, переваливается. Вот. Неправильно он сделал. Видите, здесь выступает. Здесь как бы заподлицо. Вот. Собственно, вот так вот. Ну, все. Пойдем, значит, отдыхать. Потому что завтра у нас будет эмоционально сложный день. В новом выпуске все увидите. Подписывайтесь на канал. Скоро вместе с вами будем покорять Турцию. Турцию своим ходом. С детьми. Без машины. Чувствую, что то будет приключение. Все. Всех обнял. Лайк не забывайте ставить, комментарии пишите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok